всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге Великий музей мира Йоган Михаэль Хоппенхаут. Эскиз кареты 1753 год, гравюра 40 на 64. Представленный рисунок придворной кареты был выполнен Йоганом Михаэлем Хоппенхаутом, немецким мебельщиком, работавшим вместе с братом Йоганом Христианом над декоративным убранством подсданских дворцов прусского императора Фридриха II Великого. Братья творили в стиле рококо, активно используя столь популярные именно в Германии лепку и резьбу для создания динамичных, легких орнаментальных композиций, стенных панелей и мебельных фасадов. Эта же асимметричная и причудливая с акцентом на богатой лепнине прокальная манера Хоппенхаута проявилась в данном рисунке. В 18 веке карета была одним из важных показателей высокого социального статуса владельца. Обладать личной каретой для разъездов могла только лишь аристократия. Искусство изготовления карет в это время достигло необыкновенных высот. Недаром эскизы выполнялись художниками-мебельщиками и отражали общий стиль дворцового убранства. На рисунке Хоппенхаута зрители видят, что в эпоху Рококо тяжелые формы выездов, куда запрягали по 4-6 лошадей, изменились. Сменились небольшими, изящными, похожими на нарядные игрушки, экипажа. Изготовление кареты было очень трудоемким процессом и занимало до нескольких месяцев работы целые бригады мастеров. Дорогие породы дерева, кожа, бархат, парча и атлас для обивки, позолота, лепнина, обильная резьба и художественная роспись. Весь арсенал искусства мебельщика 18-го столетия был полностью задействован при изготовлении придворных экипажей. Вот такое описание к работе эскиз «Карета» автор Йоганн Михаэль Хоппенхаут, 1753 год, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.